Школьные завтраки в Ненецком округе считаются одними из самых дорогих в стране. В среднем порция на одного ученика обходится в 100 с лишним рублей. При этом родители не платят ни копейки. Это является беспрецедентным случаем. Алена Валей побывала в школьной столовой и проверила соотношение цены и качества. Вкусно коже? Да. А что больше всего нравится? Ну, больше всего нравится, ну, каша рисовая. А тут все по-разному дают. А сегодняшнее как? Ну, так себе, вкусно немного. Мне не нравится. Почему? Ну, не знаю. Ну, у нас всегда одинаково. Ну, каждый день. Например, по понедельникам всегда каша. Вот это не нравится. Ну, всегда одинаково. В понедельник, в понедельник одинаково. В вторник, ну, всегда одинаково. Сколько людей, столько и мнений. Но на завтрак в школьную столовую все бегут с удовольствием. Во время перемены это, пожалуй, самое посещаемое место. За 20 минут в столовой школы номер один успевают поесть две смены детей. Сначала за столы садятся ученики младших классов. За ними следом идут старшеклассники. Через каждые 40 минут мы должны накормить большое количество детей. Поэтому девочки приходят, повара, два основных повара приходят у меня к 6 утра. Вот. Они начинают делать заготовки. И за 40 минут до начала кормления, допустим, там те же котлетки, это начинает все зажариваться. В каждой окружной школе разработано своё 10-дневное меню. Оно согласовано с управлением Роспотребнадзора и полностью сбалансировано по питательным веществам. Согласно Санпину, ежедневно в рационах двух- и шестиразового питания следует включать мясо, молоко, сливочное и растительное масло, хлеб ржаной и пшеничный с каждым приёмом пищи. Рыбу, яйца, сыр, творог, кисломолочные продукты рекомендуется включать один раз в два-три дня. В отличие от других регионов, где в большинстве случаев работают централизованные кухни, в нашем горячее питание для всех школ готовится на месте. Это позволяет подавать блюда горячими с пылу с жару. Кроме того, говорят специалисты, позволяет избежать и массовых отравлений детей. За последние пять лет не зафиксировано ни одного случая. Мы видим в этом плюсы, потому что действительно питание в наших образовательных учреждениях организовано на пищеблоках тех образовательных учреждений, которые они обслуживают. Соответственно, они несут ответственность за то, что они делают. Они понимают больше, мне кажется, эту ответственность, потому что здесь непосредственно уже идёт приготовление пищи, да и непосредственно уже реализация. По сравнению с другими регионами, низок и уровень нарушений, связанных с детским питанием. Согласно результатам проверок, за год Роспотребнадзор в регионе составил пять протоколов по нарушению санитарно-эпидемиологических требований. Общая сумма штрафов составила 100 тысяч рублей. Большинство связано с нехваткой продуктов и отличием планового меню от фактического. Не всегда удаётся доставить некоторые продукты питания в отдалённые населённые пункты региона. Например, кисломолочные, а также свежие фрукты и овощи. Но, несмотря на это, питание в школьных столовых разнообразное. В среднем на одного ученика в день закладывается 107 рублей. Но зачастую фактическая стоимость горячего питания отличается от запланированной. Так, самый дешёвый завтрак в школе посёлка Бугрино – всего 57 рублей. В индикской школе питание стоит около 80. В Нижней Пёше – почти 83 рубля. В СНОПе – 114. А самая дорогая – ученическая порция в Омской школе – 122,5 рубля. Цена в основном зависит от способа доставки продуктов. И, несмотря на большой разброс в стоимости, по мнению портала Агровеб, горячее питание для ненецких школьников считается одним из самых дорогих по стране. Невысокая цена сохраняется в сельхозхозяйственных областях центральной полосы Поволжья и юга России. Удалённым регионам, расположенным на Крайнем Севере, в Сибири и Дальнем Востоке, сложнее минимизировать затраты на школьное питание при сохранении его качества и полноты рациона. Самое демократичное по стоимости школьное питание – от 56 до 60 рублей в Курской, Белгородской, Липецкой и Воронежской областях. Приготовление одной порции на Ямале и в Ненецком округе превышает 100 рублей. Самое дорогое школьное питание по оценке портала на Чукотке – более 160 рублей. Кроме того, за счёт бюджетных средств обучающиеся подготовительных и начальных классов Ненецкого округа дополнительно получают молоко и молочные продукты. Дети с ограниченными возможностями здоровья в школе едят дважды в день, а воспитанники интернатов пять раз в день посещают школьную столовую. Дополнительным питанием обеспечены также ученики кадетских классов, посетители групп продлённого дня. Дети из малообеспеченных и многодетных семей дополнительное горячее питание получают выходные и праздничные дни. Всего на обеспечение школьников горячим питанием заложено более 97 миллионов рублей. И несмотря на урезание расходных статей в окружном бюджете, эта цифра меньше не станет. Напротив, сумма индексируется, чтобы сохранить для юных жителей Заполярья полноценное горячее питание.